Самокатный лозунг скорости самоуважения. С самоуважением сложно, хотя это важная тема, но скорость я немножко притормаживаю, я замечаю по себе, но все-таки как движение жизнь, продвижение очень важно. Я не знаю, мне процесс всегда важнее результата и деталь важнее целого. Я люблю Балтику. Море мне не для того, чтобы в него лезть, а чтобы на него смотреть. Поэтому ваша большая вода, я столько раз вчера сказала, что там был выход к морю, потому что это правда выглядит как выход к морю. Но, наверное, не так важно Ладога, Онежское озеро или Балтика, но это большая вода, на которую ты просто смотришь. Смотреть важнее, чем быть внутри. Я думаю ногами. Это многие люди думают ногами. Когда ребенку говорят, посиди и подумай, это часто не работает. Работает, побегай, подумай. Ну, походи, подумай. И я думаю, вы замечали, когда ты в напряженной ситуации находишься, не можешь решить, вышел на улицу, ответ приходит. И вот эта ходьба, она связана с головой как-то напрямую. Я очень, конечно, люблю ходить. Особенный подарок – ходить в незнакомом городе. Вот такая прекрасная набережная. Это, конечно, большая вода – вообще подарок. И вот эта ходьба в городе, ощущение человека в городе, потому что я городской житель, у меня не очень хорошо складывается. То есть я не умею писать про природу, так скажем. Вот эта ходьба в чужих городах, она, да, большая часть моей жизни и жизни моих героев, конечно. Еще с подростками, я помню, мы писали, я их попросила написать синоним. Да, движение какого-то, вот эти слова – ходить, бежать, бродить, опаздывать. И оказалось, что есть слова, у которых есть вектор – мы идем куда-то. А есть слова, которые предполагают такое движение без цели, сам процесс. Это вот болтаться, бродить. И вот болтаться – слово очень подростковое, потому что взрослые люди редко… Мы как бы разучиваемся болтаться. Вот. И, конечно, когда у вас герой болтается, вы сразу представляете возраст. Вот. Хотя вот это бесцельное… Ну, как бесцельное? Оно цельное. Человек думает. Дома. В первую очередь дома. Очень важны деревья. Придумала такую штуку, когда идешь к метро или вообще место, где ты живешь, или к школе, вот и постоянный маршрут. На школу, работа, до остановки транспорта. Запомнить все деревья. Запомнить деревья и как-то вот смотреть, что там происходит. Я просто сейчас переехала в Петербург, и у меня новая локация, так скажем. И я переехала в ноябре, соответственно, я эти деревья видела только зимой. Я догадывалась, кто они. Да, но сейчас вот они начинают потихоньку облетать форму, и я с удовольствием вижу, где я угадала, где нет. Там много деревьев, это радостно. Вот деревья, ну, в первую очередь, конечно, дома, как они устроены, и поэтому я, конечно, люблю старые города, в которых есть и новые здания, и старые. Модная тема есть, я как раз это не умею, хотя это интересно. Есть две темы, вот общемировые, которые кажутся, ну, мне важными, нужными, но я туда не могу, потому что я надеюсь, что следующее поколение будет там справляться. Конечно, это экология. Если вы работаете с детьми, я не знаю, как устроено это в ПТ-заводске, но в столицах в обеих это работает, вот вы начинаете сортировать мусор через год, через полтора, потому что это дети приносят, они очень этим озабочены. Половина детей, которые пишут тексты, они очень часто упоминают эту тему. И вот эта тема, что нам надо что-то с этим делать, она, конечно, ну, их, им это важно, что у нас происходит с планетой, потому что мы понимаем, что происходит что-то не то. Это раз. Ну и, конечно, девочки. Феминизм. Вот эта вот тема. И у нас сейчас есть некоторый перебор таких девочек-героев, условно говоря, которые выросли из Пеппи. Вот. И Пеппи, туда же Уэнсдэй, туда же вот это вот. И ты сейчас понимаешь, что эти девочки, вот эти вот та же самая Лена Лид из «Свафельного сердца», что вот эти девочки-герои, они как бы пришли на смену, как будто им очень долго не давали слова. И сейчас, значит, попробуй найди героя-мальчика. Сейчас, да. Ну, слушайте, ну это не статусная и, скажем честно, не денежная профессия. Поэтому, если ты собираешься кормить семью... То есть обычные люди, которые станут детскими писателями, это люди, которые, ну, не могут не писать, скажем так, потому что никаких плюшек ты от этого... Ну как, я вру, получаешь. Например, тебя возят, ты можешь поехать в Петозаводск поговорить с людьми. Вот. Это, конечно, большие плюсы. Но сказать, что я очень не люблю разговоры про гендерное распределение, но по факту, да, смотришь, там, большая книга, мужчины, детская литература, девчонки. Она стала перемешиваться, и я рада, что так происходит. Естественное следие обитания в школе. Во-первых, есть школа, но это не государственная школа. Эта школа называется Ковчег. Она находится в Красногорске, в Москве. И я, уехав, оставила себе. Раз в месяц я к ним приезжаю. И вот эта школа, потом у меня есть пишущие дети, с которыми мы занимаемся курсами. Есть московские дети. И, конечно, очень много онлайн. Мне хочется снять с литературы какую-то вину, что ты не читал. Они приходят, и мы читаем на месте. Кто-то читал, у него есть плюсы, да, он заходит туда. Кто-то не читал, и это нормально. И потом мы говорим... Есть люди, которые хотят говорить, а я знаю, что было дальше. И вот их, конечно, сложно сдержать. Но при этом мне как раз именно передо мной стоит задача, да, не чтобы они как можно больше знали. Как часто бывает, учитель в школе не для того, чтобы ты знал физику, например, да, а для того, чтобы ты увидел, что есть человек, который фанатеет от физики. И это очень включает, да. Вот у меня была учительница с арфеджио. Прекрасная совершенно. Она и сейчас есть. Она работает до сих пор. И я сейчас понимаю, что когда люди ненавидят арфеджио, их просто неправильно учили. Потому что это был мой любимый предмет в детстве. Мы играли в него как в лего. Как можно не любить играть в лего? Какие-то вещи запрещены в подростковой литературе не потому, что дети что-то не поймут, а потому, что у вас, например, есть некоторый опыт, что может быть очень плохо, но это не конец. А там все настройки до максимума. И, ну, условно говоря, главный запрет в литературе это литература, в которой все кончается плохо. То есть это не значит, что должен быть голливудский конец, но должна быть какая-то открытая дверь в конце, хотя бы, да, или хотя бы звонок в дверь или возможность ее открыть. Почему, к счастью, в благополучных странах такая прекрасная литература хоррора, детектива? Почему так шведы и норвежцы любят вот это все? Вот. У нас не очень идет хоррор. Потому что, когда в американском фильме герой попадает на заброшенную заправку, и там окна выбиты, и он думает, боже, какой ужас. А ты дома и думаешь, ну как? Вот это очень, ну, хорошая тема, когда у тебя есть понятие нормы, и ты из нее... Вообще в любом тексте должно быть понятие нормы. Вот герой, он дома, у него... Вот его нормальная жизнь. И потом что-то меняется. Нельзя скучно, чтобы было. Если вы долго-долго будете описывать, как герой смотрит на куст сирения, или как он слушает, как прекрасно дворник скребет под окном лопатой, это будет взрослый текст. Вот это ощущение. Вот почему, например, прекрасная книжка «Веноза Дуванчика» в Брэдбери, это книга для взрослых. Ее могут оценить 18-19-летние, у которых уже есть понимание, как можно тосковать по своим 12. 12-13-летние дети очень часто не любят эту книгу. Есть всегда исключения, но они часто говорят, там ничего не происходит, когда уже... Он говорит, ну как же, почитай, это так прекрасно. Когда действие-то будет? Действие нужно. Очень часто взрослые любят больше Савинджера, чем дети. Мне ушло очень много времени, я очень его люблю, очень. Но у меня ушло очень много времени на это. То есть там еще даже годам к 30-ти, мне кажется, мне было не очень понятно, что там, что там, и что это, и зачем. То есть вообще эта американская тема, знаете, она русскому человеку еще тяжеловато дается, потому что у нас герой должен быть все-таки как-то умнее всех. Все-таки он должен быть какой-то такой, знаете, вот, его не понимают, он такой сложный, но он все-таки очень внутренне, мы понимаем, что на самом-то деле. Просто они его не понимают, а он-то очень умный и очень сложный. И когда ты видишь в американской литературе, это до сих пор сохраняется. Герой, вот, прекрасно, я очень люблю книгу Гарри Шмидт «Пока нормально». И «Битва по следам», и тот же самый Савинджер. Там ты видишь героя, он не такой-то и умный, но он очень хороший. Вообще, у скандинавов принято говорить с детьми, у них нет закрытых тем. У них это принято, да, говорить как есть. Поэтому, например, нам, переводчикам, бывает очень сложно, потому что их отношение с телом, у нас-то есть только наша великая бессмертная душа. Мы про тело не умеем, и наших тоже слов таких нет. И когда они появляются, как будто бы человек с флагом стоит. «Смотрите, я могу, я про это разговариваю». Это некая провокация. Я думаю, что пройдет какое-то время, пока мы сможем, ну, научимся об этом говорить. А человеку, у которого в 12-13 лет стремительно тело меняется и делает вид, что его не существует, ну, вообще-то так всегда делали. И, конечно, это очень разное проявление. И вот я очень люблю «Чудаков и зануд». Я очень люблю Ульфа Старка. Очень, ну, понятно, что «Мария и Паар». И там есть вещи, которые, ну, нам кажутся грубыми, например, а это не грубость. Сейчас очень много разных есть стратегий образования. Это далеко не только государственная школа, хотя в ней тоже много плюсов. То есть я не могу сказать, что я там «Анскулер», «Хомскулер». Нет, и мои дети закончили, ну, одна государственная школа, а другая, ну, частная, но учился в государственных, и там тоже было много хорошего. Вот. Я работаю, да, в образовании и в, скажем так, альтернативном несколько, и, ну, в государственных школах одна у меня была, но она тоже была необычная. Это школа интеллектуала московская. Там мне тоже много позволялось, так скажем, делать. Вот. И для меня главное в школе, как я отличаю хорошую от плохой, есть школа, где ребенка слушают, и школа, где ему говорят, вот, как бы, вот отвечать надо так. И твоего мнения никто не спрашивает. И вот эта разница, когда он понимает, что его мнение важно и ценно, даже если оно неправильное, она ключевая. Это может быть в самой, это зависит, конечно, от учителей. В самой обычной школе, в самой простой иногда бывают прекрасные учителя. И в самой, опять же, дорогой, элитной, может быть, ужас. Ну, всегда есть вопросы. Другой разговор, что мне очень понравилось, как Женя Пастернак однажды сказала, что учитель – это человек, который должен держать потолок и при этом еще играть в футбол. Люди. Ну, безусловно, вот это вот найти своих и успокоиться, мы стали больше ценить человеческое общение и больше стали, не общение, мы вдруг стали ценить контакты, приехать к кому-то, чего раньше было сложно. И, конечно, люди, и надо сказать, что компания детских писателей, она очень для меня оказалась вот прям своей, и это очень важные, близкие мне люди. так часто бывает, именно по профессиональному признаку ты находишь своих, и в моем случае среди музыкантов у меня есть хорошие друзья, но в целом у меня все равно было ощущение, что я немножко в стороне, что это немножко не мое, а здесь это прям вот очень хорошие люди, на которых ты можешь рассчитывать. Ну, и плюс ко всему, когда ты идешь к реке, и вот эти вот ваши закаты, у вас восходы невероятные какие-то, да, вот это большое небо, большая вода тоже дают много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!